В прямом эфире новости продолжаем. В Красноярском крае строят самый современный в стране свинокомплекс. В нем всеми процессами будет управлять электроника, а за здоровьем животных следить специальные датчики. Более того, даже отходы планируют использовать для получения тепла. А самое главное, стоимость мяса обещают рекордно низкую для всей страны. Сейчас на месте строительства ведутся земляные работы, но рядом уже растет, буквально не по дням, а по часам, конструкция будущей хладобойни. Она итальянская, но специально подготовлена для наших условий. Меньше чем через год здесь будет самый современный в стране свинокомплекс. Правда, до этого еще надо подвести все коммуникации и сделать асфальтовую дорогу длиной 10 километров. До районного центра Сухобузимская. Дорогу, которая позволит и населению качественно пользоваться этой дорогой, и, соответственно, пыли никакой не будет, как для села, так и для непосредственно свинокомплекса. И смотрим вопросы, естественно, обеспечения водой, которые также важны для села. К сожалению, вода не очень хорошая в самом селе. И решение этого вопроса позволит, как бы, в том числе обеспечить водой свинокомплекс. Сейчас мы речь ведем где-то о десятках миллионах рублей. Кстати, стоимость свинокомплекса больше одного миллиарда рублей. Здесь буквально все будет напичкана техникой. За здоровьем свиней будут следить специальные датчики и постоянно передавать эту информацию специалистам. Комплекс рассчитан на 600 голов маточного стада. И уже сейчас планируют, что его продукция будет самой дешевой по себестоимости в стране. Здесь самая низкая в России себестоимость будет. Это примерно 50 рублей, один килограмм мяса уже в полутуше. В живке это 40 с лишним рублей. Предположим, русская авось. Желание русских людей работать от зари до зари. Значит, 55. 55. Ну, даже если 55, это круто. Но сегодня меньше 78-80. Нет ни у кого. Только в таком случае мы не будем покупать итальянское мясо. Более того, свинокомплекс будет безотходным предприятием. Даже навоз будет перерабатывать для получения газа и отопления комплекса. И для удобрения полей. Закончить строительство полностью, завести оборудование и маточное стадо планируют уже до 1 сентября будущего года. Вячеслав Власенко, Александр Ермошенко. Новости.